Дрова Дрова так, так, по полешку, глушую, так вот, так, наложу. Наложу. Она большая, 10 штук и стопишь, даже и не чувствуется. Как пришел Юдин, его, ну, сколько он, два года, наверное, где-то, до этого топили, все одинаково, нормально, все устраивалось, никто не дался. Потом кто-то из них, мы думали, вот этот закон отрезать. Что отрезать? Отопление, центральное отопление. То есть вышло какое-то постановление отрезать? Да, 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 главы администрации района господина Юдина. Потом сам он на собрание не приезжает, посылает своего зама Прохоренко. А это, ну, врун, на самом деле врун. Сначала сказал, что кто-то подписал, согласие с жителями улицы Новой. Оказалось, на собрании все собрались, никто отрезать, что не подписывал. Давали какие-то бумажки нам, мы отказались от этих бумажек. Сколько улиц людей? 56 квартир. Люди, получается, были не согласны с этим, то, чтобы они отрезали от центрального отопления. Люди были не согласны. А они все равно свое сделали, они отрезали. И сказали, ставьте индивидуальные котлы. За свой счет. За свой счет, да, вот именно. Но факт то, что не все богатые. Кто в кредиты залезли, которые делали, кто вот так, а так, кто вообще не может делать. Они поставили перед фактом, уже отопительный сезон, они взяли нас, отрезали все. Сказали, что невыгодные. Убыточно. А еще насчитали, это халява, говорят, будут дрова, в каждом доме мы привезем дров. У нас вся улица дровами будет завалена. Нет, они так сказали. Мы, говорят, тягарьки вот сюда вот привезем, вывалим, а вы вытаскивайте дрова домой. Да, мы придем собрать. Это кто вам сказал? Про хоремку. Про хоремку сказал Сергей Михайлович. Петель у меня 6500. Поставите мне печку, где на что. Вот в октябре выкупила сырых дров, и вот сейчас подсушиваю у печки и топлю. Как я дальше должна жить? А много людей вот сейчас не смогли отключиться индивидуально, вот по финансовым? Вот мы сейчас, у нас вот документы готовы, только 10 квартир где-то у нас готовы документы, а остальные вообще-то... У меня ничего нету. Чем, я говорю, что это? Ни печка, ни что. Даже печки нету? Печки нету у меня. У меня все-таки крелка. С этим живу. Туда подвигаю, сюда подвигаю. Вот ладно, холода нет еще. Холода пойдет, так не знаю, что буду делать, не знаю. А вы ветеран труда? Да. Прям дома вот в таких вот, в теплых вы будете? Да, пол холодный сильно. Прямо под пол дуэт сильно холодный. Чем вы обогреваетесь? Так, у нас вот печку два раза в день топим, потом там у нас обогреватель включаем на ночь, и днем тоже ключи набивают. А дрова сами купили? Дрова мы покупали сами, так обещали, так и не везут нам дров, но дрова тоже уже кончаются. Вот у меня нету, я инвалид, мне не на чем, мне вот и старушки, пенсионеры. Это если вот по сто с лишним тысяч, то нам надо полтора года не есть, не пить, не деваться. А у вас есть калькуляция, сколько вот вообще всего расходов? Лично мне сто тысяч. Это я не меняла систему отопления, вот батареи. И не нанимала никого эту систему делать. Вот соседи, вот соседка вот у этого, у Сергея, у ней она обошлась уже 130, потому что она сменила батареи и нанимала человека, который эту систему все и сделает. Ну ладно, у кого есть возможность, они взяли, поставили, ну и что толку? Уже два месяца никто не мне подключается. Да где два-то? Даже больше. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин